Здравствуйте, уважаемые коллеги! Где-то с конца мая был курс повышения квалификации для преподавателей. Вот такой был круглый стол, семинар заключительный. Там одна женщина так сказала, она замдекана по воспитательной работе. Ко мне подошли студент-студентка и спрашивает, можно ли жить в гражданском браке? Я даже не знал, что ответить. Говорю, это в вашу пользу говорит, что они к вам обратились. Такое доверие, ваш авторитет, значит, многое значит. Что ответить? Я не знаю. Грубо сказать, я бы спросил их, так вы хотите жить в браке или просто сексом заняться? Подумайте хорошенько. Дело в том, что гражданский брак сравнительно недавно появился. До революции был церковный брак, или венчание в церкви. Церковь ввела весь учет гражданского состояния, кто родился, кто женился. А вот при советской власти ввели просто гражданский брак. То есть не надо венчаться, а пойти в ЗАГС, поставить штамм в паспорте. Вот это гражданский брак. А сейчас сожительство так вежливо переименовали в гражданский брак. Так вот вопрос в этом. Ребята, чем хотите заняться? Сожительством или браком? Мы хотим проверить свои чувства и прочее. Проверить чувства был такой советский фильм, литовский, долгая дорога в дюнах. И там, по-моему, все сказано по этому поводу. Ну там женщина, пожилая, молодая. А молодая как бы влюблена в сына этой пожилой женщины. Вот они там ночевать собираются, ложатся. Вот пожилая спрашивает ее, ну что, пойдешь ко мне в невестке-то? Она так задумалась, говорит, ну я даже не знаю, конечно, я люблю его. Говорит, а что думать-то, любишь-не любишь? Хочешь от него ребенка, значит, любишь, значит, выходи замуж. Вот этот вопрос надо тебе задавать. Вы для чего? Семья — это союз мужчины и женщины для рождения, воспитания детей. Определение есть. Никаких там однополых браков не предусматривается. Дети, вы к этому готовы? Или так, заняться сексом? Ну, это можно, в принципе, тут и спрашивать, никого не надо. Хотя некоторые говорят, воспитание не позволяет. Так что ж, вам индульгенцию дам? Живите гражданским браком, не занимайтесь сожительством. Нет, не дам вам такую индульгенцию. Сразу думайте, дети вам нужны, и это в планах ваших есть. Тогда вы просто хотите заняться кое-чем. Уважаемые коллеги, есть в обиходе фразы, или, может, неудачно переведенные, или просто на зубах навязшие, вот их повторяют, ссылаясь на кого угодно. Особенно перестройку это очень любили говорить, но вообще либерасты это любят, что патриотизм — это последнее прибежище негодяя. Понимается так, что патриот любой — это негодяй. А приписывает Толстому, Достоевскому, черту лысому, там и так далее. Вот это сказал Чессимир Джонсон, английский политик 18 века. Там как-то звучало, патриотизм — «The Last Refuge of Scandrel». Можно привести, как патриотизм — последнее прибежище негодяяя. Но это выруно из контекста, и Чессимир Джонсон имел не то в виду. Он, призывая избирать в парламент патриотов, настоящие там граждане Англии, осталось на то, что даже у последнего негодяя, если живо еще чувство патриотизма, он еще не совсем негодяй. Самое последнее, что останется у негодяя — вот это чувство патриотизма, любви к своей родине. Вот это значит, патриотизм — последнее прибежище негодяяя. Вот достаточно хороший смысл этой фразе заложен. А вот другую американскую поговорку нам бы тоже хотелось бы выучить, вбить все в голову, «Права она или не права, но это моя страна». Права она или не права, но это моя страна. Она может совершать ошибки, быть неправой, может иметь не самую удачную историю, но это моя страна. Американцы так думают, а у нас пока буря в голове по этому поводу. Уважаемые коллеги, вот примерно с периодичностью раз в полтора года, может в год, в интернете такой всплеск происходит, давно наблюдаю. Публикуется, может это фейка, может правда, публикуется письмо, так называется, открытое письмо ректору Петербургского инженерно-экономического университета от ее выпускницы. И вот якобы девушка пишет, господин ректор описывает, я училась всегда на отлично, я получил красный диплом, закончил ваш университет, но он мне ничего не дал. Я экономист, я не могу составить бизнес-план, мне приходится доучиваться, я там не знаю, как составить заявку на открытие предприятий и так далее. Тут же куча комментариев, да ты че, дура, любой гопник разберется там в интернете, как это составить, как открыть. Ну здесь ключевая фраза такая, университет мне ничего не дал. А почему он должен что-то давать? Вот школа, она дает, и должна давать даже насильно. Потому что дети, скажи, хочешь пойти в школу, скажешь, нет. Их идут туда за руку, сдают на 11 лет, так и должно быть. И там, ну, грудь навязывается, да. Ну, может, ты будешь технарем, да, а стихи Пушкина знать надо, а историю надо знать, и все, кушай. А университет, он не дает, туда идешь добровольно, чтобы что-то взять. Вот так шведский стол накрыли, можешь ничего не взять, иди голодный. Можешь все съесть, молодец, значит, ты действительно стал хорошим специалистом, значит, надо учиться действительно дальше. Может, что-то выбрал для себя. Университеты не дают, университеты предлагают. Предлагают, а ты приходишь за чем-то своей целью и должен это поглотить. А остальное сам виноват, тебе предлагали. Знаете, вот где угодно, в интернете, по телевизору, в Бейходе. Ну, есть люди такие, что специальные, вот нытье постоянное, да, все-то плохо, вот в нормальных странах так. В поликлинике недавно сидел в очереди, ну, в соседнем кабинете, там мужчина, ну, пожилой еще такой уж довольно, да, что-то сказал, что у него шесть детей. У него фраза прозвучала, ну, вот весь мир живет нормально, одни мы. Знаете, кто в Зимбабве нормально живет, в Сомали, я уж не говорю даже о европейских странах, та же Литва, что ли, Эстония. Вот понятие нормальная страна, а что ты имел в виду? С голоду помираешь, да, машину некуда поставить во дворе. Вот везде хорошо, у нас плохо. Ну, больные люди, что ли, не знаю, неудачи в жизни преследовали, ну, всякое бывает. Знаете, как-то сказано, не помню кто уже, да, ну, опять какой-то афоризм расхожий есть, да, хочешь жить в нормальной стране или даже так, а ты не кури в подъезде, бросай мусор в урду, соблюдай себе правила дорожного движения, уступай старикам место в трамвае, и через пять лет ты будешь жить в отличной стране. Вот и все. Уважаемые коллеги, вот в 2061 году состоится, ну, очередное полное солнечное затмение на территории России. Предыдущее было, по-моему, в 2008 году, если не ошибаюсь, а вот в 2061 будет, ну, частично и будут, а вот полное солнечное затмение только в 2061 году. А это какой год? Это будет год двухсотлетия отмены крепостного права. Вот Лев Николаевич Гумилев, который в виде бюста стоит на кольце, историк в Казани, он так и говорил, что 200 лет — это период исторической памяти нации. То есть за 200 лет умирают свидетели какого-то события, их уже внуки, даже правнуки, может быть. То есть исчезают все свидетели и остается просто страничка в истории без всяких эмоций, без эмоционального отношения. И вот только через 1961 году родится первый ребенок, у которого нет генетической памяти о крепостном праве. Правда, можно сказать, а в 30-е годы там генетика останется какая-то, или такая психологическая генетика, если можно так сказать. Ну, в общем-то, довольно долго еще. Но в то же время постоянно на это ссылаться, что в нас там рабы сидят, крепостные — это тоже наши враги. Постоянно люди эту тему нагнетать, что везде хорошо, у нас плохо. А это не так. Везде есть недостатки. А сейчас мы наблюдаем и в Европе что-то не очень хорошо стало, и в Соединенных Штатах, в экономическом смысле, в политическом, в социальных всяких организмах. Так что у нас как раз вот этого уже и нет. А остальной уровень жизни, да, не везде все хорошо, не везде дороги построены. Но, знаете, вот грязная лужа, кто-то видит грязную лужу, а кто-то видит звезды, которые в ней отражаются. Вот в этом вся разница. Уважаемые коллеги, продолжаем разговор о Казанских улицах. Одна из них — это улица Академика Глушко. Кстати, по проспекту Победы получается. Академика Арбузова остановка, Академика Сахарова, Академика Глушко. Так даже правильнее называть, именно Академика Глушко, улица Летчика Бабушкина, космонавта Волкова. Ну, просто фамилия, хоть намекает, что это за человек был. Так вот, Валентин Петрович Глушко, он конструктор ракетных двигателей. Ну, как говорят, второй человек после Королева. Собственно, он сменил потом его на этом посту, как после смерти Сергея Павловича. Ну, академик, космический академик, один из создателей нашей космонавтики. Ну, что тут еще скажешь. Ну, при этом он был довольно интеллигентнейшим, даже сказал, человеком, знатоком о музыке, театре. Скажем, Сергей Павлович Королев вообще не умел, не любил отдыхать. У него только работа, ну, с громадой прорывной темперамент. Может, потому ему поручили создать государство в государстве, ракетную отрасль. Глушко был более тонким человеком. Ну, Королева-то я не застал, я еще в школе учился, когда умер. А вот Глушко приезжал в КАИ и, ну, как-то иначе, выступал, речь такая грамотная и прочее. Вот Давид Кугульчинов, колбасский поэт был такой, они дружили с Глушко. И вот он рассказывал, что однажды академик Глушко, космический академик, ему пожаловался. Вы знаете, говорит, я не смог достать билет на концерт симфонический в зал Чайковского. А мне это так нужно для работы. Технарь, космический академик, ему нужна симфоническая музыка для работы. А правильно, музыка – это правый полушарий мозга, техника – это левый полушарий мозга. И они должны жить в гармонии. Вот это был такой человек, в смысле, уникальный. Хотя, говорят, Сергей Павлович, у них были не очень хорошие отношения, но тут ж живые люди, всякое бывает. Но улица в честь этого великого человека в Казани есть. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok